Добрый день, вы смотрите программу Экономикс и сегодня мы обсуждаем главный финансовый закон страны, бюджет и актуальный вопрос о бюджетной политике. С удовольствием представлю гостя нашей программы, профессор, доктор экономической наук, заведующий кафедрой финансов Института управления экономикой и финансов Казанского университета Сабитова Надя Михайловна. Надя Михайловна, добрый день, рада приветствовать вас в нашей студии. Мы начнем с обсуждения тех условий, в которых реализовывалась бюджетная политика прошлых лет. Вот если говорить о российской экономике, то в 2014-2016 годах она оказалась в крайне сложном положении. В России много было геополитики, изменений в валютном законодательстве, сильное влияние внешних факторов. Как бы вы охарактеризовали те условия, в которых реализовалась бюджетная политика в 2014-2017 годах? Насколько бюджет страны в принципе справился с теми вызовами, которые стояли тогда? Действительно, ситуация была не очень простая. Экономическая ситуация была не очень простая. Было много проблем, которые возникли по различным факторам, в том числе и в связи с снижением цены на нефть, и в связи с применением санкций, и в связи с изменением курса валюты в конце 2014 года. Но надо отметить, что все-таки правительство Российской Федерации с ситуацией в целом и с задачами справились. Вот в принципе было несколько мнений касательно того, должна ли налогобюджетная политика наносить именно стабилизирующий характер в условиях кризисного состояния экономики, вместо того, чтобы как-то стимулировать экономику и стимулировать спрос. Насколько оправданно был сделан выбор правительства именно занять выжидающую позицию в условиях кризиса в первую очередь, и подстроиться под те новые параметры и конъюнктуру рынков, и макроэкономических показателей. То есть, в принципе, проводить политику бюджетной консолидации в условиях кризиса. Ну, здесь можно что сказать? Во-первых, что поднимается под стабилизацией и что поднимается под консолидацией? Ответы могут быть абсолютно разные. Исходя из текста документа «Основные направления бюджетной политики» на 18-е, 19-е, 20-е годы, под консолидацией, прежде всего, понимается оптимизация бюджетных расходов. Там написано, что налоговые возможности ограничены, поэтому надо стремиться к оптимизации бюджетных расходов. Здесь бы я хотела подчеркнуть, что я понимаю стабилизацию несколько иначе, так как принято это в мировой практике и в теории вопроса. Вообще стабилизация одна из целей, одна из трех основных целей бюджетной политики. Если говорить о целях бюджетной политики, здесь обязательно в документе это должно быть предусмотрено. Три ключевых вопроса. Первый вопрос. Какие блага нам будут представлять? Второй вопрос. Как будут перераспределяться доходы? И третий вопрос. Как будет осуществляться и при помощи каких инструментов стабилизации экономики? Ну, вообще, надо сказать, что это впервые, наверное, за много лет формирование этого документа стали писать о стабилизации, что меня очень обрадовало, потому что, не вникая в содержание, я вообще была рада, что был поставлен вопрос именно так, с позиции стабилизации. Хотя авторы этого доклада основных направлений под стабилизацией понимают несколько... несколько... ну, такой иной подход. Они говорят, что поставлена цель по обеспечению сбалансированного развития страны и расширению потенциала отечественной экономики. И здесь вот Силуанов говорит о трех проблемах. Первое. Создание предсказуемой устойчивой среды, характеризующейся низким уровнем воспроизводимости внутренних экономических показателей, колебаниям цен на нефть. Устойчиво низким уровнем инфляционных ожиданий долгосрочных реальных процентных ставок. И третье. Стабильными налогами, неналоговыми регуляторными условиями. То есть речь идет о структурных дисбалансах страны. Конечно, стабилизация... Цель стабилизации – это стабилизация экономики и Центрального банка, и Минфина. У Минфина, у Центрального банка, на мой взгляд, намного больше и более эффективные рычаги. Это процентная ставка. И, прежде всего, процентная ставка, конечно. И количество денег в обращении. Что касается Минфина, Минфин все-таки тоже может использовать стабилизационные инструменты. Это зависит от стадии экономического цикла. Я бы не была столь оптимистична в части экономического роста, несмотря, может быть, на то, что пытается сдержать падение экономики, и все-таки в этом плане я была бы более оптимистична, скажем, не так оптимистична в прогнозах. Поэтому вот ответ, наверное, связан с этим. Что касается устранения структурных дисбалансов, они имеют место быть, и действительно стабилизация экономики должна быть направлена на изменения, вообще на уменьшение структурных дисбалансов. Они у нас очень серьезны. Прежде всего, это структурные дисбалансы в части развития отдельных территорий или субъектов Российской Федерации. Разброс в уровне экономического развития, в уровне налогового потенциала, в уровне бюджетной обеспеченности очень большой. Я просто могу сказать, что это колоссальные разрывы, скажем, по отдельным регионам. А с помощью бюджетной политики мы как-то можем это выравнивать произвести? Это сделать, конечно, очень сложно. Поэтому я говорю, что больше инструментов у Центрального банка, прежде всего, это в части процентной политики, что сейчас делается в направлении снижения процентной ставки. Но Минфин может тоже принять участие. Он сейчас этим занимается. Большая часть политики Минфина, реальной политики Минфина, связана с перераспределением доходов в настоящее время. Перераспределяются доходы между уровней бюджетной системы. Вот с этой задачей Минфин, скажем так, более-менее неплохо справляется. Спасибо. Вот на данный момент, в принципе, сформулированы основные направления бюджетной политики на 2018-2020 годы. Какие внешние и внутренние условия сейчас заложены в этом проекте именно на этот период? Вы уже сказали, что есть структурные дисбалансы. Какие еще условия? Ну, о внешних условиях много говорят. Это то, что упала цена на нефть, то, что это связано с санкциями, и другие вопросы. То есть внешне независимые, независимые от нас. Но это два, наверное, самых больших фактора, о которых все время говорится. Силуанов к внутренним факторам отнес такие, как сложная демографическая ситуация. Первый момент. Ну, очевидно, это связано с тем, что у нас население стареет, и ожидается высокий уровень бюджетного дефицита пенсионного фонда с этим. Второй момент, на котором он остановился, он говорит, это объем инвестиций, то есть недостаточный объем инвестиций. С этим можно согласиться, потому что инвестиционные расходы, к сожалению, в целом по стране инвестиционные расходы снижаются. Дальше говорит о высоком уровне доли бюджетных расходов к ВВП и их недостаточной эффективности и несбалансированной структуры. Вот с первой частью постановки я не согласна, потому что у нас невысокий уровень доли бюджетных расходов к ВВП приблизительно 33%, а к 2020 году вообще 32%. Для сравнения, в европейских странах уровень 45-50%, а в скандинавских больше 50%, даже в США больше 33%. Поэтому я, например, не понимаю, о чем он говорит. Высокий уровень доли бюджетных расходов к ВВП у нас и так, он очень низкий, если мы себя считаем социально ориентированной страной. А что касается неэффективности и несбалансированной структуры расходов, вот с этим можно согласиться. Вопрос, какую долю занимает в структуре расходов общегосударственные расходы, то есть это содержание органов государственного муниципального управления, расходы на оборону, на социальную политику, на образование, на здравоохранение. К примеру, у нас по сравнению с европейскими, даже с США, с странами, расходы на образование и здравоохранение значительно меньше. Доля имеется в виду не абсолютную сумму, доля в процентах к ВВП. Тем не менее, он в докладе говорит, что вот невысока доля общегосударственных расходов, расходов на оборону. Ну, в части расходов общегосударственных могу согласиться, что касается расходов на оборону, доля у нас, ну, почти, чуть меньше, чем в США. Здесь, наверное, не знаю, насколько это верно. Тем более суммарно, если в долларом эквиваленте, это у нас намного меньше суммы, конечно. Хотя структурный, пересмотр структурных расходов, конечно, я думаю, имеет, должен быть, наверное. Вы говорили вот о ценах на нефть и сильной зависимости, в принципе, нашего документа от данного фактора. Мы сильно ощутили это в 2014 году, когда цена на нефть достаточно сильно сократилась. Вот, в принципе, существует такой механизм, концепция бюджетных правил. Что вот из себя представляет эта конструкция? И, в принципе, можно говорить, что с 2018 года последуют изменения вот в этой конструкции бюджетных правил. Что они из себя представляют? Ну, начнем с того, что это ведь не новая вещь. В 2004 году, когда создали стабилизационный фонд, и там впервые был поставлен вопрос о бюджетных правилах. То есть, после этого бюджетные правила, они реформировались второй раз в 2008 году, под 2012 год, и в 2013 году приостановились. С чем это связано? В связи с высокой ценой на нефть, тогда была установлена цена отсечения, выше которой средства зачислялись в стабилизационный фонд, который потом разделился на резервный фонд национального благосостояния. Но сейчас тоже самое, возврат к этому с 2018 года. Устанавливается ограничение на объем государственных расходов. То есть, что понимает под консолидацией? Оптимизация расходов, подразумевающая, прежде всего, сокращение бюджетных расходов. Или ограничение бюджетных расходов в связи с... Или в зависимости от цены на нефть. Бюджетные расходы будут определяться, исходя из суммы ненефтегазовых доходов, плюс нефтегазовые доходы, но ограниченные ценой нефти 40 долларов за баррель и там на газ, и плюс процентные выплаты по долгу. То есть, больше этой величины расходы не должны быть. Вот это вот бюджетное правило, которое, собственно, будет тормозить объем государственных расходов. Как я к этому отношусь? Вот я считаю, что вообще сдерживать бюджетные расходы не очень правильно. Почему? Потому что бюджетные расходы, они все-таки стимулируют экономический спрос. Яркий пример просто приведу. Во время подготовки универсиады, 2012 год, потом Сочи, Олимпиада, вот этот период, 2011, 2012, 2013 годы, наблюдался рост и ВВП, и рост расходов. Почему? Потому что, хоть это и были непрямые такие инвестиции, они были инвестиции в инфраструктуру, но вызвали они хоть небольшой, но и экономический рост, связанный с увеличением спроса. Как только эти работы прекратились, и в этот период наблюдался и рост ВВП, еще раз повторюсь, и рост доходов, да? Как только эти мероприятия прекратились, опять спад. Казалось бы, после кризиса 2009 года, 2010 год, и 2011-2012 пошел нас вообще очень быстро. С чем это, казалось бы, было связано? Вот сейчас все-таки это понятно, это все-таки, наверное, были связаны с тем, что государство стимулировало в несколько инвестиционную активность и в других секторах экономики. Поэтому ограничение бюджетных расходов, вот я думаю, что это в некотором смысле не совсем правильное решение. Спасибо. Перейдем к региональному бюджету. Какие, в принципе, сейчас проблемы наиболее видны? Что бы вы отметили? Конечно, региональные бюджеты – это одно из таких серьезных. Региональные бюджеты, региональная устойчивость бюджетов – одна из главных проблем, которые сегодня есть у нас в бюджетной системе. В основных направлениях бюджетной политики говорится о том, что стабилизация должна быть бюджетной системы. Но я хотела бы отметить, что характерно сегодня для бюджетной системы. Первое – это дотационность бюджетов. Второе – почему дотационность? У нас 85 субъектов по федерации. Из них в течение последних, если брать 10 лет, где-то только 13-14 регионов не получают финансовую помощь в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Все остальные субъекты являются дотационными. Такая ситуация, конечно, не говорит о хорошей ситуации, об устойчивости финансовой системы. Да, Министерство финансов предоставляет 71-72 субъекта, получает дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Причем разброс в уровне бюджетной обеспеченности очень большой. Вот до получения дотации разброс в 14,5 раз. Это связано с тем, что, конечно, экономическое развитие регионов, оно разное. И налоговый потенциал, соответственно. Минфин считает по всем субъектам Федерации налоговый потенциал уровень бюджетной обеспеченности, чтобы рассчитать объем дотаций. Спасибо. И вот тоже тема очень актуальна, которая касается региональных бюджетов. С 2018 года произойдет изменение. Так называемая программа оздоровления региональных финансов или реструктуризация долговых обязательств. В чем эта программа заключается? Если мы говорим о Татарстане, какие здесь изменения последствия? Ну вот если брать по законодательству, что поднимается под реструктуризацию долга? Понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих государственный или муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающие другие условия обслуживания и погашения обязательств. Далее. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием, сокращением суммы основного долга. Если говорить о нашей республике, у нас, конечно, долг большой. И все об этом говорят, что очень большой долг. Но надо сказать, что действительно мы там то вторые, то третьи по уровню долга, по субъектам федерации. Вот я перед уходом посмотрела. На 1 ноября у нас 93 миллиарда рублей, в том числе бюджетные кредиты 84,8. Когда мы говорим о... Для примера, на первом месте Краснодарский край 141 миллиард рублей. Если она резиденцирует вообще проблему долгов, в целом по субъектам федерации она есть. На 1 января 2017 года совокупный долг составляет 2,3 триллиона рублей. У долги у многих, у 8 регионов, превышают их собственные доходы. Самым крупным должником является Мордовия. Ее долг составляет 176% от собственного валового национального продукта. Ну и так далее. Что касается Республики Татарстан, у нас долг некритичный. Структура долга, еще раз, бюджетные кредиты под 0,1%. То есть это приемлемый долг и не рисковый долг. Если брать тот же долг Краснодарского края, который 141 миллиардов, то там и бюджетные кредиты есть, и есть кредиты коммерческих банков, есть облигационные займы и так далее. У многих субъектов федерации есть долги, связанные с рыночными долгами, с кредитами банков. Конечно, это очень рисковые долги, и они вызывают очень большие процентные выплаты. Поэтому для Республики я могу сказать, что наши долги некритичны, и поэтому реструктуризация с 2023 года будет. Постепенно варианты, какие будут выбраны, это посмотрим. Что касается других субъектов федерации, там проблемы серьезные, и правительство намерено решать, и действительно эти проблемы надо решать, потому что эти регионы не могут обеспечить финансирование своих расходов, поэтому влезают в долги. Что ж, завершим на этом наш диалог о финансах. Надя Михайловна, еще раз благодарю вас за то, что пришли к нам в студию, за интересные и содержательные ответы. Спасибо. Вы смотрели программу «Экономикс», мы обсуждали тему бюджетной политики. Встретимся ровно через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok